Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, недавно обнаружил в приложении брокера Тинькофф, что мне капнули дивиденды, зашел посмотреть, оказалось, что компания Intel мне их заплатила. Ну и я решил сделать такой небольшой обзор этой акции. Крайне любопытные события последнее время происходят с Intel. Бумага никак не выберется из кризиса. Хотя, в общем-то, это довольно парадоксальная ситуация, об этом сегодня будем размышлять. Также напоминаю, что провожу индивидуальные инвестиционные занятия. Если вы хотите начать инвестировать, но не знаете, как это сделать, пишите мне в Telegram, ссылочку найдете в описании. Ну и также, традиционно, перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Ну давайте, наверное, начнем с хорошего. Вот мой брокерский счет в Тинькофф. Это индивидуальный инвестиционный счет. Ну и, друзья, я вот его периодически просматриваю и обнаружил, что у меня изменилась сумма на счете именно в долларах. Ну то есть сумма, которая лежит, не инвестированная в бумаге. 5 долларов 67 центов у меня сейчас тут. Ну и я помню, что до этого было около 5 долларов. Соответственно, 60 с чем-то центов мне заплатила какая-то из компаний. Чтобы узнать, кто это был, мы нажимаем кнопочку операции. И здесь мы увидим последние движения по счету, как положительные, так и отрицательные. То есть заведение денег, покупка активов, продажа активов, вывод денег. Все-все-все здесь будет расписано. Ну и вот, друзья, мы видим, что вчера мне поступили дивиденды. 59 центов мне заплатила компания Intel. Выплата дивидендов по акции Intel Corporation 59 центов. Это, друзья, уже чистая сумма, которая пришла мне за вычетом налога. Налог брокера у меня удержал 10% в пользу американского государства, американского бюджета. 3% мне надо будет доплачивать самостоятельно в следующем году за отчетный 2020 год в нашу любимую родную налоговую. Делается это подачей налоговой декларации. Я еще ни разу этого сам не делал, но, друзья, мне это скоро предстоит. Так что, кому это интересно, подписывайтесь, когда буду этим заниматься. Обязательно инструкцию об этом выложу. Думаю, что ничего сложного там есть. Там нет, точнее. Почему у меня удержали 10%, а не 30? Это, друзья, работает форма W8BEN. Если не знаете, что это такое, ищите у меня на канале, либо в интернете. Если эту форму вы не подписывали, но при этом владеете иностранными бумагами, то будете платить тогда по полной программе. 30% это очень много, друзья. Ну и давайте, наверное, к Intel перейдем. Я за этой бумагой давно наблюдаю. Я купил ее в апреле. Потом я увеличивал позицию по Intel. И в чем парадокс ситуации? В том, что по всем статистическим данным, которые мы сейчас с вами посмотрим, бумага должна расти. И она должна быть лидером по сути роста. Бумага не переоценена. У нее очень низкий ПЕ. Но фондовый рынок, к сожалению, друзья, это вещь, где не всегда работает логика, где не всегда работает математика и здравый смысл. Ты зачастую можешь предусмотреть все, что угодно, выбрать компанию, скажем так, по качественным фундаментальным показателям. Но, блин, не будет от нее профита и все. Вот такие метаморфозы я тоже частенько наблюдаю. Ну вот весь мой портфель, весь мой акционный портфель. Ну и мы видим, что лидером является компания Apple, которую, наверное, многие считают наиболее переоцененной. Apple приносит мне 54% доходности, плюс еще и дивиденды платит, хоть и небольшие. А вот компания Intel, друзья, которая по финансовым показателям как раз, на мой взгляд, является одной из самых привлекательных. Она у меня в минусе и никак из этого минуса не может выйти. Минус по Intel составляет на текущий момент минус 8%. И на этой бумаге я теряю более 8 долларов. Давайте знакомиться с этой акцией, с этой компанией. Intel это американская корпорация, производящая широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры, наборы системной логики и прочее. Следует отметить, что микропроцессоры Intel используются более чем 80% ПК по всему миру. Если вы подойдете к своему компьютеру или к ноутбуку, с большой долей вероятности вы обнаружите, что на его корпусе есть наклеечка либо Intel, либо AMD. Это два больших конкурента, которые делят между собой рынок процессоров. Ну и возможно, что вы как раз пользуетесь продукцией Intel. У меня, например, как раз на ноутбуке установлен процессор Intel. В чем, собственно, трагизм истории для этой акции? За год она не выросла, друзья. Вообще не выросла. Она падает на 12,5%. За неделю бумага в плюсе на 2,35. За месяц она растет на 7,85. Но смотрите, какие были падения. Они были очень неприятные. Причем падения происходили тогда, когда рынок уже по большому счету начал хорошо восстанавливаться. И подобных обвалов на рынке. То есть, если мы посмотрим именно индексы, их не было. То есть, это индивидуальное поведение данной компании. То есть, смотрите, первый раз акция очень мощно грохнулась в конце июля, что было весьма неожиданно. И вот видите, точечка. На этом уровне я бумагу подкупил. То есть, посчитав, что падение хорошая возможность зайти в эту компанию. И я сделал еще одну докупку. Я потом обнаружил рост. Хороший рост произошел до 54 долларов. К середине октября бумага выросла. Но потом смотрите, что происходит. Потом вышел отчет по акции в конце октября, как об этом писали СМИ. И бумага упала опять. Бумага упала опять. Да, сейчас она вновь находится в фазе восстановления. Но в целом год все равно в плюс по бумаге не получается. Никак не получается. Но при этом общий график компании очень хороший. Компания, безусловно, перспективная. Компания роста. Но в этом году что-то идет у нее не так. Давайте посмотрим на прогнозы. Консенсус прогноз держать. Джеффрис 23 октября прогнозировал слабый рост на 0,7. КВНК тоже на 0,7. Ну то есть видите, в бумагу, в общем-то, по большому счету не верят. Вот в октябре были прогнозы на рост более чем на 24%. И кредит с выезд тоже в октябре на 30%. Ну и самое интересное, друзья, показатели. А вот они практически безупречны. Стоимость компании 213 миллиардов долларов. ПЕ 10, друзья. Такой ПЕ считается хорошим даже для российских бумаг. Не говоря уже про американские. Там нормой считается все, что находится в пределах 20-25. Здесь ПЕ низкий. Это значит, что цена акции, относительно возможной прибыли к этой акции, она вполне адекватна. То есть если интерпретировать этот показатель с другой позиции, то есть ваша инвестиция будет окупаться 10 лет. И это нормально. Если вы посмотрите на какие-то другие бумаги. Ну вот, например, я недавно заходил в Пейпал. Причем заходил при высоком ПЕ. Пейпал тогда значение это имел около 80. И я значительно рисковал. И я, тем не менее, купил Пейпал. И Пейпал дает мне за буквально месяц, наверное, сейчас больше 10% доходности. А вот Intel, друзья, как ни странно, при низком значении ПЕ все равно падает. И все равно доходности не приносит. Так что показатели показателями, безусловно, все это необходимо анализировать, принимать во внимание финансовое положение компании, теханализ. Но все равно, друзья, рынок это зачастую черные лебеди. Происходят невероятные, непредсказуемые, неожидаемые совершенно события, которые могут все перевернуть с ног на голову. И вы можете купить акцию Tesla, которую сейчас по показателям покупать вообще противопоказано. То есть там нереально завышена стоимость. Но в моменте вы можете на ней заработать. Да, я уверен, что акции Intel на дистанции принесут мне хорошие деньги. Я не собираюсь их продавать. Но, друзья, я держу бумагу полгода, и она у меня в просадке. Вот к этому надо быть готовым, что как бы основательно вы не подходили к выбору активов, все равно, друзья, тут возможны сюрпризы. Рост EPS за 5 лет 15%, рост выручки более 5%. Отличная рентабельность, друзья, смотрите, какие цифры хорошие. Долг капиталу низкий, всего лишь 50%. И, друзья, еще в чем большое преимущество этой бумаги, она достаточно высокодивидендная. В 2020 году все 4 выплаты компания произвела, ну и дивидендная доходность составляет более 2,5%, да, если я правильно считаю. Это хорошо, друзья, для американской бумаги это весьма неплохие дивиденды. Но вместе с тем, опять же, подчеркну, вот все те плюсы, которые я только что назвал, которые меня лично побуждали вкладывать в эту компанию, они, собственно, не сработали и пока не срабатывают. Почему так происходит? Я слышал точку зрения, и я читал об этом, что Intel начинает отставать от своего основного конкурента AMD. Бумаги AMD у меня тоже есть, я могу их вам показать в портфеле. Так вот, AMD за тот же период, Intel с AMD я покупал одновременно, вырос на 40%, а Intel, ну точнее, AMD вырос на 40%, а Intel упал на 8%. Вот вам, друзья, и разница. Почему так происходит? Потому что AMD внедряет более современные технологии. То есть Intel по-прежнему старается выезжать на старых типов процессоров. Ну, я не технарь, я не могу, наверное, точно сформулировать, как это все можно назвать грамотно с точки зрения компьютерного языка. Но AMD, грубо говоря, предлагает что-то революционное, что в будущем даст большую производительность, большую скорость, ну и как бы больший профит для самой компании. А Intel по-прежнему, грубо говоря, по советской методике работает на старых станках и продолжает собирать, ну, самовары, да, получается так. Вот в этом и заключается ключевая проблема, что постепенно рынок начинает больше ориентироваться именно на процессор AMD. И Intel начинает тихонечко-тихонечко сдавать позиции. Что делать дальше? Сложный вопрос. Вы знаете, бумага кажется очень интересной, и я продавать ее, естественно, не буду. У меня есть даже желание ее подкупить. Я все-таки думаю, что этот обвал, эта просадка, это временное явление, и бумага должна начать расти. Но, опять же, друзья, все покажет только время. Если они не перестроятся, если они не обновят свои технологии, если они не будут идти в ногу со временем, тогда эта компания может исчезнуть, исчезнуть может полностью проиграть конкуренцию и исчезнуть с рынка так, как это происходило неоднократно. Сфера IT – это та сфера, в которой надо всегда быть инноватором, надо всегда быть передовиком. Если ты, грубо говоря, останавливаешься в своем развитии, то тебя тут же обгонят. Посмотрим, друзья, время покажет. Мне кажется, бумага хорошая, и на долгосрок ее покупать можно. Всем, кому это интересно, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, друзья. Пока-пока.